В Куйбышевском районе Самара открылся современный диализный центр. В нем будут проходить процедуры треть пациентов в губернии с хронической почечной недостаточностью. Для большинства из них это единственная возможность продолжать жить дальше. Какие возможности дают пациентам открывшийся центр в нашем материале? Наталья Широкова живет в Новокуйбышевске. У нее с рождения одна почка меньше другой. После родов орган стал отказывать. В 2008-м до пересадки донорской почки полгода посещал диализные процедуры. Аппараты по очистке крови забирают не только токсины, выводятся и полезные вещества. По словам Натальи, в новом центре современное оборудование максимально снижает негативные эффекты. Есть возможность подбора по скорости, потому что не у всех справляется речь сосудистой системы. Есть возможность подбора по площади тела. Если раньше это было недоступно, то ставили всем одну программу, одни фильтры. И кому-то была недоочистка, а кому-то было слишком. Здесь это вариабельность, то есть подстроиться под каждого человека. Пациент должен проходить 3-4 процедуры в неделю. Каждая длится не менее 4 часов. Раньше съездить в отпуск было практически невозможно. Сейчас человек перестает быть привязан к своему дому. Центр входит в единую сеть таких же клиник по всей России. Пациент может отправиться в другой регион и пройти процедуру там. К тому же за его состоянием следят лучшие нефрологи страны. На территории Российской Федерации мы имеем возможность в режиме онлайн получить любую консультацию, проконсультировать любого пациента, задать любой вопрос, а самое главное получить немедленный ответ 24 часа в сутки. Центр построен по схеме государственно-частного партнерства. Стоимость 350 миллионов рублей. Здесь 40 аппаратов «Искусственная почка», рассчитанных на более 34 тысяч процедур гемодиализа в год. В Самарской области примерно 1000 пациентов, которым требуются диализные процедуры. Этот центр рассчитан на 220 человек и будет обслуживать практически весь юг губернии. Сегодня одна процедура гемодиализа в губернии стоит почти 6 тысяч рублей. Пациенты центра будут проходить ее бесплатно. Инвестор компенсирует свои затраты за счет средств обязательного медицинского страхования. Сегодня как раз поставлена жирная такая точка с восклицательным знаком по необходимому объему мифологической помощи на территории Самарской области. Мы до 2021 года обеспечены полностью таким видом помощи, поэтому сейчас вступит в силу зона конкуренции, так называемые сервисы медицинские, и будет борьба идти за пациента. Некоторые трудности с прохождением диализных процедур испытывают только жители Похвестнево. Дорога до Самары занимает много времени, однако в правительстве региона уже нашли наиболее комфортное решение для пациентов из районного центра. По заданию губернатора мы подписали соглашение с Министерством здравоохранения Оренбургской области, и поэтому жители Похвестнево будет диализная помощь осуществляться уже непосредственно в Базулуке будет проводиться. Поэтому мы все делаем для того, чтобы этот вид помощи был доступен с одной стороны и проводился на качественном уровне. Каждый год в Самарскую область на постоянное место жительства приезжает все больше жителей других регионов. Высокотехнологичная медицина делает губернию еще привлекательнее. Руководство области активно развивает государственно-частное партнерство и создает все условия для прихода сюда крупных международных компаний. В регионе создана система доверия инвесторов к региону в целом и к биоусловной системе здравоохранения, как достаточно такой сложной отрасли. И это открывает для нас серьезные возможности, как для жителей региона с точки зрения доступности и качества оказания услуг, так и с точки зрения экспорта медицинских услуг. Сейчас в регионе прорабатываются еще 15 проектов в формате государственно-частного партнерства. Объем инвестиций 9 миллиардов рублей. В итоге регион должен получить почти 2000 новых рабочих мест. Руслан Шарипов, Александр Каракулько. Новости губернии.